Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1111. События дня. За 31 декабря 2018 года. Второзаконие 32-35. У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их. Ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованный для них. На сегодня 1 января. И вот как получилось. События дня 4 однёрки. И первая, пятая однёрка, и первый месяц тоже 6 однёрок. Вот само подошло так. Объявление. Считайте, смотрите. Вот ответ. Надо маленько за... Так, повернуть. Ну и дальше события. События какие? Последний день в году. Ну, как всегда, мы встаем в 4.40. Утренние молитвы, правила. Дальше я занимаюсь интернетом. А потом подумали, хорошо бы на ёлку сходить. Там главный центр района, город Барнаул. Это областной, краевой. Ну и приехал Игорь Добунов. С Мариной и с женой отвезли нас с Володей туда. А там уже ждёт с Евангелиями Сергей Павлович Пупков. И мы как ходили. Это я сейчас... Получилось маленьких 10 роликов. Сейчас нужно с администрацией договариваться. Кто может, чтобы слепили. Вот так. И потом поставим. Ну, последний ролик я подлиннее. Я так попросил сделать... Показать красоту ёлки. Какая она красивая. Какие огни. Ну, вот так вот это. Евгений Давыдкин. Игнатий Тихонович, хотел вопрос задать вам. Что говорит Библия, если ты отцы по поводу усопшего верующего во Христа? Некоторые просят не умывать мёртвое тело и не вскрывать его. На чём это основывается? Есть ли правила или традиции или обряды в православной церкви? Я отвечаю. Полно. И всё разное. Для спасения души это не относится. Но не кремировать, не сжигать. Люблю. Про Сергея. Просто сами считайте. Ёркин, актистов. Тут какой-то пишет Марио. Просто недруги Игнатия тупы, как пробки. Для основания это закрывать канал Игнатия. Спаси Христос. Гору. Госяя на прусик. Игнатий Тихонович, я ведь с больницы уволился, так как сейчас в Италии. Вот думаю, как же теперь без меня мои пациенты будут малоимущие. Сейчас же не медицина, а рынок. С бедных людей сдирают втридорого. Я смотрел бесплатно. Максимум 100 рублей брал на кабинет. А теперь такой надежды для малоимущих не будет. Пенсионеры на Донбассе сейчас получают в среднем 3200 рублей. Вот можно представить, как они могут существовать на эти деньги. Если в больницах сейчас одно УЗИ минимум 400 рублей стоит. А мне мало кого направляли остальные специалисты, так как все работают за откаты. То есть хотят проценты получать за каждого пациента. После того, как я подал жалобу на некоторых наших сотрудников за дело, главный врач сказал всем, чтобы мне вообще ничего, никого не направляли. Констатирую это тем, что я плохой специалист. Сердце кровью обливается. И не только за пациентов, но и за себя. Сколько можно терпеть этот беспредел? В нашей России, матушке, и в странах постсоветского пространства сейчас коррупция страшная везде, кругом. Это все из-за жидовско-масонского ига, которое не дает народу жить нормально. Я спрашиваю, я вам не нужен для беседы? Ну что говорит, он там, ну, уволили, сам уволился, тут я не знаю. Ну, понятно, и людям не нравится, когда бесплатно. Они против этого бунтовать будут. Сергей. Да, нет, Игнатий Тихонович, говорит с Максимом, я не хочу. Учить людей, а сам пень неотесанный. Говорит о товариществе и братстве, не имея друзей. Говорит о подкаблучниках, не имея материального фундамента, на котором жена покоряется мужу. Говорит о духовном, не имея рождения духа. Я отвечаю, а я про Максима даже и в уме не держу, ну, чтобы как-то сказать, чтобы разговаривать. Просто с вами мне тепло и уютно. Сергей, ложусь спать, на днях соберусь, если Господь благословит. Еще соберусь. Ну, видимо, выйти на разговор со мной. Я отвечаю, храни вас Бог, дорогой и любезный нам всем. Ты с нами всегда в общине с мамой. Сергей, спаси Христос, дорогой Игнатий Тихонович. Это Сергей Козлов парализованный, с ним переписка. Ну, я пишу, что мне нужно было. Желательно сначала, чтобы голосом сказано было по-русски, напечатано машиной сразу программу. Такая программа у меня была, но где-то затерялась. А потом уже этот текст сразу перевел машина на английский язык. Получено оттуда на английском, чтобы машина же перевела на русский язык. Пусть и с некоторыми ошибками. На русский, в Ворде. Это не для скайпа, а для облегчения мне общения с американцем в Ворде. Ну и что, все-все установили, так и есть. Я бы мог даже это показать. Не знаю, получится, нет. Но сейчас вот, Володя, подойди, чтобы у меня получилось тут. А то люди, некоторые даже и не верят, что такая есть система. Сейчас я вытащу свое, все. Ну и вот сейчас мы войдем. Так, подожди-ка, я сейчас это закрою. Тут занимался не тем, чем надо. Ну вот так. Вот тут добрый плотник. Что-то он пишет. Ну-ка, сходу прочитаем. Что пишет? Видео называется «Слова под видео». Ну я не скрывал вот это. Просто не открывается и все. Ну и вот теперь что? Вот это Яндекс. Тут что? Вот это вот нажимать. Вот эту? Да? Да. Вот я его нажимаю. И теперь что? С русского на английский. А чтобы включить его, я должен еще нажать. Вот эту вот. Что включить? А? Что включить? Она уже записывает. Да, записывает. А она английский не переводит? А почему не переводит? А что-то у вас это, интернет. Все, начал переводить. Пошла, да? А это еще убрать как? Не сейчас. Вот это вот? Да. Ну вот смотри, я говорю сейчас вот что. Вот я говорю просто. Вот смотрите. Я говорю просто. И она все, эта машина вот по английскому языке переводит. Мне выставили это. Я сегодня, вот видите, ночью сегодня мы были на городской барнаульской елке. Большая красивая елка. Вот она, большая, красивая елка. Бутифолтри. Бутифолтри. Видите как? Дерево, елка. У них нет слова елки. Великий, могущий русский язык. Вот. Вот даже сравнивать ни с чем. Английский язык не имеет этих слов даже. Вот я сказал, она все записала. Не имеет даже. Вот. Here is even in compare. Не вижу даже ни с чем. English. Even have. Вот так. Ну все, система эта есть. И у них, видите, меньше места занимает. Я просто говорю. И оно все это берет. Я не текст, а говорю. Вот сейчас она опять будет печатать. Вот она. Вот она будет печатать. Вот это. Так. Но текст спикн. Эгэйн. Вит. Принт. Вот она. Теперь я уже тут разберусь. Все эти знаки уберу и по-другому. Вот я это сказал. Смотри, машина как пишет. Печатать текст. Вот теперь я уже там разберусь. Я сказал, что нужно на 7. Сифру 7. А она не знает 7. 7 она бы написала машина. А она говорит. Я говорю, семью. Про семью сказал. Она не разобрала машину. Она семерку напечатала и какой-то знак. Но все равно там слово есть. Не имеет. Но даже Энгельс Иван. Вот еще она тут придумала. Энгельс Иван. Энгельс. Я ей не говорил этого слова. Вот она напечатала. Я говорю о великом, могучем русском языке, что Иван Сергеевич Тургенев сказал. Я нередко вспоминаю это. Но действительно так. Вот она. Все печатает. Надо убирать, чтобы она не смешила моя система. Ведь I say seven is about seven. Said she... Ну, тут мне даже надо увеличительное стекло брать, считать. Вот она. Она так и сказала. Так она печатала. Увеличительное стекло. Вообще. Говорить нельзя. Она все печатает, машина. Ну, она не может. Приложение там. Ну, в общем, очень хорошо. Дальше-то легче. Не надо печатать. Только отдельные слова. Вот я сейчас сказал. Она все на этом остановила. Вот она. Отдельные слова. Говорить бойз. Теперь я стираю все. Сюда нажал. И опять ничего нет. Что-то они не убираются. Вот это надо убирать, Володя. Надо сперва нажать этот, чтобы перестал записывать. А-а-а. А потом крестик уже. Вот что. Видишь как. Вот мне, Володя, подсказывает нам легко. Все. Я просил. И тут со всех сторон мне стали высылать программы. И вот установилась программа. Это для меня большой-большой здесь толщок. Все это. Я уже пишу и в Америку отсылаю. Вот так езди. Ну, и продолжим, что записано было. Ну, все так. Виталий. Такое праздновать приятно с Иисусом. В передний угол гостя усажу. Путь истинный тернис очень узкий. Светлей прожектор у лампы абажур. Виталий спрашивает, о чем речь? Он считает мое стихотворение и понять не может. Я отвечаю. То есть то, что выше написано, мне Господь открыл и высветил. А передо мной моя лампа простая, которой уже 55 лет. И она напоминает о чудесном просветлении. И она для меня кажется прожектором. Маяком в море на выступе высоком, указующим путь морякам. Все. Я говорю, благодарю вас, дорогой Борис Семенович. Он выставил занятия. Он отвечает, рад, что я хотя бы с чем-то полезен для вас, дорогой Игнатий Тихонович. Незнакомый человек. Вот познакомились по интернету. И как будто давным-давно знаем. Я пишу дальше. Кто это пишет? Соболев. Ну да, Соболев Юрий. А что же там я так под этой, под прежней цифрой? Сегодня, интересно, сон приснился. Хотя к нам отношусь сдержанно. Будто встречаюсь с вами и рассказываю о сне, который мне приснился накануне. В том, что как свидетельствовала необходимость десятины Богу среди православных. Двойной сон такой получился относительно реальности настоящего письма. Сергей, спаси Христос, отец Игнатий. Делюсь радостной вещью. Настоятель нашего светотихоновского прихода города Угледарь, Донецкой епархии, отец Николай Шипилов, в субботу 29 декабря 1918 года на вечернем богослужении снял с меня ранее наложенный запрет на участие в литургии верных. Свои пяти имен наложил на меня 10 июня, 18-го, 10 июня, в день моего рождения. По ложному обвинению, якобы по вторному крещению, и сказал тогда, что пока я в этом не покаюсь, то буду находиться под эпидемиёю, если только владыка его не отменит, её. Я ответил, что у меня было одно крещение, начатое в детстве, но неполное, то есть без троекратного погружения, и закончено год назад по 50-му апостольскому правилу, но уже без миропомазания и вхождения в алтарь, которое совершилось в раннем детстве, в начале крещения. Когда ты узнал о наложенном на меня эпидеми, то сказал, это мне он говорит, что из этой ситуации два выхода. Уход в раскол, что до православного христианина неприемлемо, или священник, незаконно запретивший прихожанину участвовать в юхаристическом общении и других таинствах церкви, попятится назад. Когда отец Николай налогал на меня эпидемию, то публично обвинил меня в повторном крещении, а когда я её снимал, то не объяснял ничего. Я не исключаю, что Господь через нашего благощинного протеерея Игоря Убышина повлиял на меня принятое отцом Николаем решение. На праздник великомученица Варвары, и дальше пишет, читайте. Что в воскресенье 30-го он уже причастился, исповедовался. Я пишу, так Господь закаляет своё воинство, начиная с малого. Ну, я как всегда, меня спрашивают к стихотворению про Новый год. Ну, какое всё-таки взять изречение? А как узнали тогда дальше? А как это всё написать? Я пишу исход 12.2. Месяц сей да будет у вас с началом месяцев. Первым да будет он у вас между месяцами года. Первым. Примудрец Соломона 7.3. И я, родившись, начал дышать общим воздухом, и не спал на ту же землю. Первый голос обнаружил плачем, одинаково со всеми. Ксения, аллилуйя. Сергей, очень рада за вас и со всеми, кто молился о разрешении этой ситуации. Сергей Евтушенко. Слава Иисусу Христу. Наталья, слава имени Христа. А дальше Валентина пишет. Да, Сергей, очень рада за вас. Очень похожая ситуация была с моей сестрой, когда мы крестились с ней в Потерявке. Восьмого сентября 2008 года. Иерей Александр Липовцев, благощинный церкви Павловского округа Алтайского края, написал на нее рапорт на имя апостола барновольского, епископа барновольского Алтайского Максима. На что епископ дал ответ следующее содержание. Максим этот, до Сергия этого, он написал, в кавычке открытое, на собрании, вывезти ее из приходского совета за антицерковную деятельность. То есть правильное крещение принимать антицерковное. Ой-ой-ой, после покаяния с ее стороны, допустить до причастия подпись, дата 16 сентября 2008 года. На то время сестра была уже очень больна. И до ее смерти, 3 сентября 2012 года, эпитемия с нее так и не была снята. Это очень жестокий народ, эти церковники. Много перетерпела сестра скорби от нападок с их стороны. От нее требовали покаяния за правильное крещение, то есть похурить Духа Святого. Но милостью Божией ее причащал отец Аким, напуцал ее при смерти и отпевал. Слава Христу! Елена Павлова. Жестокие эти церковные попы, поступающие так. Слава Господу за помощь и поддержку в таких ситуациях. Кирилл Агатов. Здравствуйте, уважаемый господин Лапкин. Прошу прощения за мой вопрос. И надеюсь, что он вас не оскорбит. Однако мне очень интересно ваша точка зрения по поводу однополых отношений. Мне безумно стыдно за то, что меня влечет к своему полу. Я абсолютно не знаю, что мне делать. И прошу вас ответить, что вы думаете по этому поводу. С уважением, Агатов. Я отвечаю. Какие места Писания, которые повторяют то, что нужно знать человеку, который решился окончательно спасать свою душу. Это всю жизнь надо перекрестить. Так, перекрестить. Левит 18.22. Не ложись с мужчиной, как с женщиной. Это мерзость. Больше ничего бы и не надо говорить. Было же такое. Это мерзость. И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться перед скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим. Ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. Я осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнулась с себя земля живущих на ней. Просто сама земля свергла. А как это? Это может быть землетрясение, цунами. А вы соблюдаете постановления мои и законы мои, и не делаете всех этих мерзостей. Ни туземец, ни пришлец, живущий между вами, живущий. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что перед вами, и осквернилась земля. Чтобы и в вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее. Как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать угодное, угодное, то души делающих это истреблены будут из народа своего. То есть Бог убивает этих садомитов. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я, Господь, Бог ваш. Или не знаете, что неправильное царствие Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудник, ни идолслужитель, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники. 1 Тимопея 1.8 А мы знаем, что закон добрый, если кто законно употребляет его. Знаю, что закон положен не для праведника, а для беззаконных и непокоривых. Несчастивых и грешников, развратных и оскверненных. Для оскорбителей отца и матери, для человека убийц. Человека ненавистников, клеветников, лжецов, клятва преступника. И для всего, что противно, здравому смыслу. По славному благовестию блаженного Бога, который мне верен. Бытие 19.5 Вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь? Мужчины, это ангелы были. Выйди их к нам, мы познаем их. Ну вот они познали. Сера пролилась, и города ушли под землю. Там, где это есть. Тогда, как они развеселили сердца свои, вот жители города, люди развратные, окружили дом, стущались двери и говорили старику, хозяину дома. Выйди человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его. Иуда 1.7 Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие, и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Так будет и с всеми мечтателями. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, то будет преданность смерти кровь их на них. Потому предал Бог по стыдным страстям. Женщины заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам, и получая в самих себе должное возмездие за свои заблуждения. Господь приготовит для тебя какое-то лекарство. Никогда не допускай этого. Рядом не оставайся. Крепко молись. Если этого недостаточно, скажем, что эти выродки были ненавидимы в равной степени Сталином, Иосифом, Гитлером, Адольфом. Совершенно против. Однако, стараюсь, Максим, иметь, чтобы что-то было высотным. В Римской империи, в мусульманских странах их сразу же казнят, сбрасывают с высотных зданий. В Римской империи таких клеймили раскаленным железом на лбу, прожигая до кости. Название греха Содомского. Затащали под землю катать вагонетки. И чтобы они никогда уже не видели света. Святой Астинян император расправлялся с ними подобным же образом. Ну, а тут как, значит, отлучить их? Грех сказать количество лет, значит, в четыре стиха уже, может быть, эпиграфом брать. Ну, вот то, что я хотел сказать на сегодня. Это знаменательный день последнего года. И знаменательный тем, что мы верующие, веру в нас сохранил Господь. Бог ему слава во веки. Аминь.